В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня в выпуске. На прямой линии инициативная группа многодетной семьи записала видеообращение к президенту. Два с половиной часа боролись с огнем. Подробности пожара в садоводческом товариществе «Строитель». Все ракетки в гости к нам. В Сарове открылись 27-е теннисные соревнования на призы ядерного центра. Далее расскажем обо всем подробно. Инициативная группа, представляющая многодетные семьи нашего города, записала видеообращение к президенту России. Саровчане хотят услышать от Владимира Путина ответы на три вопроса. Один касается отмены бесплатного питания в школах. Второй – предоставление земельных участков многодетным. А третий – изменение в программе льготной ипотеке для многодетных семей. Подробности далее. Один из самых актуальных вопросов для многодетных семей нашего города – представление горячего питания в школах. Отмена бесплатных обедов, а затем и завтраков стала болезненным ударом для многих саровчан. Особенно пострадали многодетные семьи, в которых воспитываются, например, пять школьников. Каждому из них на питание нужно более двух тысяч рублей в месяц. Таким образом мы умножаем две тысячи на пять и получается около десяти тысяч в месяц на завтраки и обеды для детей. То есть неощутимо, если это один-два ребенка, но очень ощутимо, если это три, четыре и пять и шесть детей. А у нас в городе есть семьи, в которых одиннадцать детей. По словам Ирины, чиновники на местах пытаются помочь, но законно ничего сделать не могут. Однако многодетные родители ссылаются на указ президента номер 431, по которому они имеют право на обеспечение их детей бесплатным питанием в школах. И мы попросили Владимира Владимировича исправить некоторые моменты в законодательстве, благодаря которым бы наша администрация смогла бы реализовать свои желания и помогать многодетным в плане питания за счет средств городского бюджета. Также многодетным не выделяют положенные им земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Городские власти за время существования закона о представлении земли таким семьям не выделили ни одного участка. Ссылаются на то, что не могут провести экспертизу, ссылаются на то, что подрядчики не выполняют своих обязательств. Первые участки должны выделить на улице Западной, однако, как говорит Ярослав, пока даже не проведена экспертиза. Многодетным озвучили очередной срок выполнения всех работ – середина августа этого года. Дело в том, что тех денег в бюджете городском, которые выделены на это все, на эти участки благоустройства и так далее, их явно не хватает. Я боюсь, что сроки опять будут сдвинуты. По вине администрации или не по вине, тут сказать тяжело, но нужно эти сроки контролировать. Многодетные семьи направили свои обращения на прямую линию с Владимиром Путиным, которая пройдет 20 июня. В минувшие выходные в Садовом некоммерческом товариществе строителей произошел пожар. Возгорание случилось в доме на одном из участков. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев строение полыхало открытым огнем. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Здание полностью выгорело изнутри. Также огнем повреждены подсобные строения. Обстоятельства происшествия выясняла наша съемочная группа. Чем сложнее возгорание, тем больше подразделений выезжают на место происшествия. Первая бригада прибывает на вызов и в экстренном порядке принимает решение о привлечении подкрепления. В ликвидации пожара в Садовом некоммерческом товариществе строитель было задействовано 19 огнеборцев. Из первой, второй, третьей и четвертой частей. По прибытию наблюдали открытое горение по всей площади садового дома. Было привлечено 4 отделения на специальных автомобилях. Открытое горение удалось ликвидировать за полтора часа. Еще час потребовался на пролив тлеющих частей постройки. Работу пожарным усложняла удаленность места происшествия от источников воды. Автоцистернам приходилось в несколько заходов подвозить воду к горящей постройке. В момент возникновения пожара на территории находились люди. Огонь распространился на первый этаж дома. Общая площадь возгорания 60 квадратных метров. К счастью, при пожаре никто из людей не пострадал. Ущерб был нанесен только имуществу. Хозяева находились на месте. Они что смогли, взяли с собой и вышли. Официальные причины пожара станут известны после проведения всех необходимых процедур и экспертиз. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о сдаче объектов культурного наследия в аренду за 1 рубль. Инвесторы смогут взять в пользование памятник, находящийся в недовольтворительном состоянии за символическую плату, и восстановить его. Сорок аренды может составить до 49 лет и влечет за собой определенные обязательства для инвестора. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Прокурор Сарова Юрий Чекунов проведет прием граждан. Тема встречи – доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Прием пройдет 20 июня в 708 кабинете 1-й поликлиники с 10 до 12 часов. 26 июня в Центре поддержки предпринимательства пройдет круглый стол на тему «Въезд в город сторонних специалистов для юридических лиц и организаций». Правила оформления – нюансы. Во встрече примет участие начальник режимно-секретного управления Александр Матросов. Круглый стол начнется в 14 часов. Запись по телефонам 9-92-63 и 9-92-64. В клинической больнице номер 50 рассказали, как оформлять справки для детей, которые пойдут на вторую смену в загородные оздоровительные лагеря. В первую очередь родителям необходимо получить в кабинете до врачебного приема бланки для анализов. Их надо сдать до 25 июня. Заключение будет готово через один день. Его можно получить в кабинете внепланового приема или у своего участкового врача-педиатра. Все процедуры и визиты в поликлинику необходимо осуществлять строго по предварительной электронной записи. Я поведу тебя в музей. Городской краеведческий музей приглашает срочан присоединиться к международной акции «Селфи в музее». Проект был запущен 5 лет назад в Великобритании и приобрел массовую популярность. О том, как стать участником проекта и сроках проведения конкурса, расскажем далее. От «Селфи» в современном мире никуда не деться, однако можно с его помощью познакомить жителей с историей нашего города. Для этого сотрудники городского музея организовали новый конкурс «Я поведу тебя в музей». Нам захотелось привлечь новых друзей в наш музей, чтобы они рассказали о своих любимых экспонатах, и, конечно, поддержать любителей нашего городского музея, чтобы они рассказали о тех музейных экспонатах, которые им более нравятся в нашем зале. Планируется, что конкурс будет способствовать популяризации нашего музея в других городах. Люди не попадут в закрытый Саров, однако могут через выложенные в интернете фотографии познакомиться с музейными экспонатами. В конкурсе приглашают принять участие всех горожан. Он будет проходить до середины января следующего года. Условия просты. Участник должен вступить в группу ВКонтакте, которая называется, мы специально назвали «Я поведу тебя в музей», выложить фотографию с хэштегом «Я поведу тебя в музей» не более пяти штук от одного человека. Желательно, чтобы на этих фотографиях был взрослый человек или ребенок на фоне экспоната. Сфотографироваться можно с экспонатами как постоянных коллекций, так и новых выставок. Небольшие временные экспозиции меняются каждый месяц. В выставочном зале новые выставки организуют несколько раз в год. Остальные залы – это уже традиционные залы музея. Они просто в течение года, но иногда обновляются, дополняются какой-то информацией, проходит небольшая замена. Итоги конкурса подведут 15 января 2020 года с помощью программы «Рандома». Всего будет один победитель и два призера. Они получат памятные призы. Четыре этапа, 25 команд и всего одна цель – победить. На стадионе «Авангард» прошли соревнования пожарных расчетов «Рафиадсвнеев». Сотрудникам различных подразделений предстояло ответить на теоретические вопросы и выполнить задания, с которыми обычный пожарный сталкивается в своей работе каждый день. Подробности далее. Традиционно первая часть соревнований – теоретическая. Все проходит как при сдаче госэкзаменов. Каждая команда получает свой уникальный билет с вопросами, никаких подсказок. Сотрудники пожарной службы следят, чтобы участники не пользовались телефонами или шпаргалками. На проверку знаний дают 20 минут. Первыми ответы сдала женская команда отделения 2190 завода в НЕФ. Девочки справились с теорией меньше, чем за две минуты. Билеты были достаточно простые для нас. Мы готовились, учили. Учили всю ночь напролет. Мы вообще участвуем в подобных мероприятиях пятый год. Четыре года занимали первое место. Надеюсь, в этом году нам повезет. Как бы не сглазить. На удачу надеются и ребята из научно-исследовательского института измерительных систем имени Седокова. Они впервые принимают участие в подобных соревнованиях. Мы входим в добровольную команду, дружину. И вот нас всех, так сказать, команды из НЕИСа тоже прислали сюда, чтобы мы участвовали и добились, может быть, каких-то результатов. Практическая часть соревнований проходила в четыре этапа. На первом сотрудникам ядерного центра было необходимо подсоединить пожарный ствол к рукаву, пробежать с ним 50 метров и отсоединить в специальном коридоре. Следующий этап у нас – это тушение бочки, кошмой. Опасный этап, сказал бы сразу. Участник на третьем этапе бежит с огнетушителем уже и тушит противень. Именно третий этап стал для всех команд самым тяжелым. Его участникам предстояло пробежать в настоящем амундировании пожарного – в боевке, каске, сапогах – и ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. Ну, тут и погодные условия влияют, потому что, может быть, и ветер тоже поднять, пожар, огонь. То есть огонь – это дело такое непредсказуемое. Если на других этапах человек может как-то повлиять на ситуацию, здесь уже дело в случае, как повезет. Четвертый этап – транспортировка человека. Девушкам необходимо пронести манекен весом от 40 до 60 килограммов на носилках. Мужчина спасает условно пострадавшего, перекинув его через плечо. Всего в этом году в соревнованиях приняли участие 25 пожарных расчетов. Задания для всех были одинаковые, максимально приближенные к ситуациям в реальной жизни. И все участники успешно справились с ними. Плавание, велокросс и легкоатлетический забег. Турнир 3 в 1 или мультиспортивная гонка. В субботу в Сарове пройдут 10-е соревнования по триатлону. В этом году организаторы разделили участников на категории. Хард – для тех, кто уверен в своих силах, лай для новичков, фит – для женщин и командные эстафеты. Подробнее об участниках дистанции и маршруте расскажем в следующем репортаже. До соревнований осталось несколько дней, и надо еще много сделать. Самое главное – подготовить место для проведения турнира. Традиционно Саровский триатлон проходит на озере Протяжном. Как отмечают организаторы, это состязание – отличная возможность проверить свой организм на прочность. Поэтому особых требований к уровню спортивной подготовки нет. Участником соревнований может стать любой молодой человек или девушка старше 18 лет. В наличии обязательно шлем для участия на велоэтапе. Остальное, по большому счету, по желанию. Последние годы наметилась тенденция к снижению количества спортсменов. Как отметили организаторы, одной из возможных причин могла стать низкая подготовка участников в одном из видов спорта. Например, кто-то хорошо бегает, но не может плавать. Поэтому в этом году решили сделать категорию для командного участия. Формат эстафеты. Эстафетная команда, где каждый из участников будет преодолевать свой этап. Плавание, велосипед или кросс. На сегодняшний день порядка 10 команд уже подали свои заявки. На соревнования приглашают не только спортсменов, но и друзей и родственников, которые будут поддерживать участников. Для болельщиков будет организована зона семейного отдыха. Старш соревнования намечен на 10 часов. Первая дистанция – плавание, затем велокросс, а потом легкоатлетический забег. Для каждой категории свой маршрут. Получается, для группы «Лайт» это в районе 19 километров, а для группы «Хард» 25,5 километров. По итогам соревновательного дня будут определены победители и призеры командного и индивидуальных зачетов в каждой возрастной группе и номинации. Поскольку нам интересно куда-то развиваться, куда-то двигаться, как-то людей побуждать, стимулировать и так далее, мы ввели отдельные номинации для тех, кому удастся установить рекорды либо в абсолюте по итогам всех трех этапов, либо в отдельных видах. Всех, кто желает стать участником триатлона и испытать свой организм на прочность, ждут в 9.30 22 июня на озере Протяжном. Мероприятие рассчитано для лиц старше 18 лет. В Сарове начались соревнования в рамках 27-го теннисного турнира на призывнеев. Традиционные состязания включены в программу автономной некоммерческой организации «Атомспорт». В этом году на теннисных кортах нашего города встретятся более 100 спортсменов из 22 городов России. В течение трех дней теннисисты будут бороться за победу на 9 спортивных площадках. История теннисного турнира на призы ядерного центра берет свое начало в 90-х годах прошлого века. На протяжении 27 лет в наш город приезжают теннисисты из различных регионов страны, чтобы заработать очки для участия в рейтинговых турнирах. «Начиналось, наверное, с 12 городов России. Сегодня уже 20 городов России участвуют в турнире, участники разных возрастов. Но вообще турнир считается ветеранским. Уже дошел до первой категории РТТ». Алексей Клюнов занимается теннисом более 20 лет. В свое время мужчина выбрал для занятий именно этот вид спорта по ряду причин. Первое – играть в теннис можно практически всю жизнь. Так считает Алексей, и вот уже более 10 лет участвует в различных турнирах. Соревнования на призы ядерного центра для него – это возможность и проверить свою подготовку, и пообщаться со спортсменами из других городов. «Прежде всего, это здоровье, да, общение с теннисистами. У меня уже есть очень много друзей, я общаюсь с ними с удовольствием. И надеюсь на какой-то результат. Планирую не меньше третьего места занять». Николай Пенько приехал из Ангарска. Он участвует в турнире на Кубок в НИЭФ уже 23-й раз. Каждый раз спортсмен-любитель приезжает в Саров не столько за победой, сколько для общения с друзьями и соратниками. Николай отметил, что теннис – сложный вид спорта. И чтобы добиться успехов на корте, нужны две составляющие. «Терпение нужно. Очень сложный технический вид спорта. Ну и желание огромное. В любом деле, которым хочешь чего-то добиться, нужны эти две вещи». В этом году на соревнования приехали более ста спортсменов. Санкт-Петербург, Арзамас, Орел, Новомосковск, Нижний Новгород. В течение трех дней на теннисные корты будут выходить спортсмены из 22 городов России. Игры будут проходить одновременно на нескольких кортах с 9 утра до 9 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры сделал DimaTorzok